Друзья, это Ванс Хьюман, на связи Чандер, конец сезона уже близок, буквально вот-вот начнется новый, но перед тем, как мы перейдем и покинем вот эту нашу прекрасную базу, хотелось бы вам наш домик на хардсервере показать. Так что сегодня будет обзор на вот это вот строеница. Посмотрим, поглядим, как оно устроено. Конечно же, оно не только симпатичное, но еще и функциональное. Именно этой основной нашей базой мы и пользовались. Ребят, у нас есть разделение обязанностей, поскольку мы играем командой. У нас кто-то на нефти, кто-то на кислоте, кто-то там на стардасте, а вот это именно основная база, то есть центральный хаб. Именно поэтому здесь, скажем так, функциональные моменты вроде верстаков есть, но при всем при этом какой-то добычи нефти этого нет. Давайте начнем как раз-таки со входа. Проведем такую небольшую экскурсию. Здесь, кстати, расчет как раз на то, что дом должен быть на воде, поскольку нам очень нравится вот эта вот область, она классная. И плюс здесь всегда немноголюдно. Так уж получилось, что в этом сезоне это оказался элитный район, вот и здесь были самые-самые классные постройки. Тут у нас генераторы на воде, очень даже хорошо по электричеству, на все у нас хватало. Ну и как вы видите, такой шикарный, я бы даже сказал, роскошный вход у нас получается. Выглядит эффектно. По бокам у нас есть области под навесами, если мы захотим насладиться окружающим в достаточно знойный день. Также, да, у нас есть и защита время от времени. Просто эта база изначально строилась не в этом месте, и там было нападение различных девиантов и прочее. Вот есть по паре пулеметиков с одной стороны и пара пулеметиков с другой стороны. Этого вполне хватало. Конечно же, территория пулификейшн у нас проводится на отдельной базе. Далее, вход, даже почтовый ящик, смотрите, какой стильный. Здесь куплена уже парочка паков, ребят. В частности, вот эти вот стенки, это из пака садового. Пол, пол, по-моему, мы находили такой интересный. Но, во всяком случае, паки имеются некоторые. Так, вот эта штука, она за сезонную награду. Раньше был только манибу, сейчас добавилось еще пару статуй. Ну и был ивент. Поэтому мы решили, как и все, собственно, украсить нижнюю часть, наш основной, скажем так, этаж, предбанник. Вот, украсить этими картинами. Зеркало перед выходом. Аквариумы. Вы знаете, аквариумы выросли. Раньше они очень гармонично и симпатично располагались под лестницей. Прям вот здесь вот. Раз аквариум был, и с той стороны так же. Но потом разработчики несколько увеличили, как нижнюю часть, так и верхнюю часть. Поэтому аквариумы немного перенеслись. Дальше. Как вы знаете, мы любим функциональность. Поэтому мы заходим на дом. Здесь сразу у нас что? Правильно. Верстак для разборки. Кстати, все верстаки и прочее у нас топовые. Вот прям максимальных прокачек, каких только можно. Здесь у нас переработки идут. Тут переработка в обычное топливо. Тут, по-моему, в супертопливо. Стоят печки для переработки как раз рядом. Вода. Как обычно мы сделали скрытую коммуникацию. Как вы видите, там внутри, вот позади, идет добыча. То есть это у нас скрыто в стене. Можно же убрать, да и посмотреть. Вон, видите? Там у нас обработка. Все у нас скрыто в стене. Как раз таки. А здесь именно баки. Один бак уже с переработанной водой. Один бак с грязной водой. Если вдруг пригодится. Дальше склад. Спасибо большое еще раз тому розовому недоразумению, которое продало нам стеллажи. Сами не нашли чертеж стеллажа до сих пор, ребят. Но благо стеллажи теперь у нас есть. И как вы видите, очень удобно залазить в разные сундуки. Стеллажи это, правда, главный чертеж, который только есть. Посмотрите, как классно везде проведено, кстати, электричество. Кто-то обратил уже на это внимание, но, разумеется, не все. Кто-то скажет, ну так нажми там L и просто все скроется. Ребят, это неинтересно нажимать L. Все должно быть гармонично и все должно быть видно. И все коммуникации у нас проводил Овл. Специалист по этому делу. Ну, наверное, один из лучших, если не лучший представитель данного направления во всей игре. Тут прям вот без шуток. Очень классно он проводит все коммуникации. И электричество, и воду. Чуть позже мы увидим тоже скрытые, прям в стенах, различные водопроводные трубы. А в этой области у нас располагается кухонька. Пару холодильников, пару стоек для мяса. Здесь у нас различные... В таких коробках, симпатичных, кстати, располагается то, что не портится. Кухни, разумеется, опять-таки топовые. Ну и пару бочек. Там уже что-то забродило. Лучше открыть окно, проветрить. Кстати, ребят, я обратил внимание, то, что мало кто строит настоящие гаражи. Вот на полном серьезе почти никто не делает гараж. И это грустно. Однако мы делаем гараж всегда. И как вы видите, гараж действительно гараж. Такая вот бетонная область у нас получилась и с одной стороны, и также бетонная такая же область у нас с другой стороны. Грузовику мы пока не нашли применения, поэтому гаражей у нас два. Здесь у нас средний гараж. Как вы помните, у нас магазин. Первый магазин на сервере. Вот он как раз располагается в одном гараже. Ну а в другой части машина. Благо, можно и чинить свои же машинюки на чужом гараже вполне. Дальше. Тут у нас верстаки. То есть производятся различные патроны. Изучаются чертежи, одежда. И как вы видите, места еще хватает на то, чтобы разместить несколько агрегатов. Мы думали, что нам потребуется, откровенно говоря, много вот таких вот вещей для ракет из биомассы. Но благо, не потребовалось. Поэтому мастерская такая, достаточно просторная. Дальше. Здесь, скажу вам честно, по текстуре, смотрите, 693 и 700. Ввели, правда, в недавнем обновлении улучшения для меметика. Теперь можно 800 структуры сделать, но это бы нам сильно не помогло. Но, тем не менее, я хотел здесь сделать красивые бортики. Знаете, выходишь так, осматриваешь все. Ну, было бы симпатично. И здесь, ну, очевидно, что оно должно быть. Как вот здесь область, да, в которую мы еще зайдем, так и вот здесь. Но, к сожалению, не хватает текстур. Хотелось бы вот тысячи полторы, конечно, сюда вбахать. Но вот, увы. Увы. Поэтому местами, конечно же, кусочков не хватает. И, тем не менее, здесь вот такие вот предусмотренные у нас выходы на заднюю часть дома. Дальше. Как обычно. А, вот здесь коммуникации, как вы видите. Очень даже неплохо вписаны коммуникации. Здесь у нас добывается вода, которая перегоняется на крышу. Как вы видите, даже тут трубы проведены так, что они выглядят очень даже симпатично. Это трубы вон туда, видите. Стеклянный пак. Все строят, если покупают стеклянный пак. О, я купил стеклянный пак. Я построю стеклянный дом. В жопу ваш стеклянный дом, ребят. У нас только наши грядки окружены теплицей. Стеклом, именно прям стеклом, стеклом. А все остальное, как вы видите, дом очень даже симпатичный получился и без стеклянного пака. Здесь, по традиции, альпаки. Внезапно овца пропала куда-то. У нас альпаки обычно сжигают овцу. Вот, и вместе с ними можно, конечно же, посидеть с удовольствием. Вот, такая вот симпатичная терраса. О, можно даже среди альпак встать. Хорошо. Так, ну давайте встанем и пройдем дальше. Висящие в воздухе призраки. Да, это Оля, которая занималась и внутренним убранством, несколько в нашем доме, чтобы у нас было симпатично. Ух ты ж, у кого-то даже кондиционер, смотрите. Серьезные ребята у нас тут живут, хочу вам сказать. Дальше, давайте осмотримся. Так, верхний этаж, я думаю, мы просто по этажам пойдем. Поехали. Забираемся на второй этаж. Тут, как вы видите, округлые части даже вписаны в этот дом, да, то есть некая геометрия использована, не просто какая-то коробка. Тут вторая часть, это жилое помещение. Слева у нас располагаются, ну или же если от входа, да, если смотреть прямо на дом, то справа у нас располагаются комнаты основного костяка. То есть это вот как раз наша троица, которая основа нашей команды. В той области у нас, скажем так, дополнительные ребята, которые есть, которые к нам присоединяются время от времени. Вот это вот мой уголок, моя берлога. Пометили картиной. Да, ребят, можно было понаделать фотографии, но раньше, когда мы только строили, когда мы все это украшали, не было еще обновления, то что фотографий было много. Так, разумеется, мы бы сфоткали друг друга и повесили бы просто фотку. Вот, добро пожаловать в мою комнату. Начнем обзор с нее, просто потому что она ближе к лестнице. Вот, здесь у нас стул, чтобы обуться, столик маленький, чтобы ключи положить, кресло для размышлений в углу. Это важно. Подоконник, конечно же, кровать. Нет необходимости забираться с той стороны, потому что у каждого своя комната, поэтому мы можем спокойно пока что прилечь в одиночестве и также спокойно встать. Ну, то есть, ничего не мешает. Также ванную комнату решил себе устроить. Туалета нету в игре, в принципе. Именно построить нельзя, поэтому есть ванная. Но, но, друзья, а ванная-то функциональная, как вы видите, и все коммуникации спрятаны в стене. Вы представляете, насколько все это круто сделано? То есть, не какие-то вот эти вот висящие повсюду трубы. Кстати, ванную действительно можно принять, я лично не знал. Однако, как вы видите, ванную правда можно принять. Вот такие вот пирожочки с котятами. Я это обнаружил только в этом сезоне. Ну что ж, немножко попарились. Продолжаем исследовать. Все, оно спустится, оно спустится. Прекрасно. Дальше. Следующая комнатка. Каждую комнату, разумеется, украшал сам. Каждый сам. У нас картина с женщиной, поэтому логично, что у нас здесь комната Альмины. Компьютер. Куда же без него? Рабочее такое вот место. Место поспать Альпака. Любимая Альпака, конечно же. У Оли, кстати, действительно есть Альпака. И бустеры знают об этом. Вот такая вот маленькая, миленькая, симпатичная комната. Разумеется, одинокая свеча. Смотрите, она при помощи свечи, по всей видимости, призвала своего призрака. А, ведьма. Так, ладно, у нас внизу костер есть, если что. Дальше. Комната Овли. Ух! Тут кота закинул, вы посмотрите. Он большого такого положил. Какие-то кошачьи моменты. Очень любит он кошек, конечно же. О! Симпатичная мебель есть. Прям так для тряпок место. Ну и, в принципе, уютно. Смотрите, какие разные, оказывается, полочки есть. Это один комплект полочек или как? Нет! Это разные, действительно, полочки. Ну что ж, здорово. Действительно хорошо. Мы собираем, ребят, различные элементы декорации и прочего. И с каждым разом, как вы видите, у нас в домах все больше и больше различных деталей. Тут с каждой стороны у нас располагается курилка. Просто, чтобы можно было выйти и поглядеть наружу. Далее. С этой стороны в этом сезоне к нам Лива не присоединился. Поэтому у нас две комнаты пустые. Просто обыкновенные комнаты гостевые, скажем так. На случай необходимости, если кому-то потребуется. А вот это комната Некроманта. Видите? Похож? Узнали? Вот. То-то же. Комнату Некромант украшал сам. Аквариум раньше нормально стоял, ребят. Опять-таки, разработчики, поскольку увеличили аквариум, к сожалению, вот не очень здесь, получается, вписывается. Конечно же, какие-нибудь вот эти вот светящиеся штуки должны быть, флажки и прочее. Некромант это обожает. Вообще-то складывается ощущение, что куча мусора. Да старое радио сюда притащил, какие-то там газеты. Нравится, пусть собирает. Главное, чтобы не воняло. Вот. Картины тут себе отдельно, самостоятельно. Это он личный свои картины. Он первый у нас, по-моему, все картины собрал и сразу у себя в комнате повесил. Хорошо? Это важно. Ну и, конечно, Чиясы, как они называются. Чиясы. Он очень любит Чиясы. Это правда, кстати. Он любит различные вот как раз-таки часы. Даже вот 24 показано здесь. Видите, визуальное какое-то отображение часов. Все. Вот это вот тоже любит. Двери автоматические. Просто чтобы, если вдруг кто забудет закрыть дверь, она сама бы закрывалась. Очень удобная штука. Дальше забираемся. Тут у нас играет Митсука, играет ногами. Это такая тайская система игры на пианино. Очень хорошо. А с оборотной стороны, здесь же у нас на третьем этаже, располагается игровой автомат, которым можно поиграть. Привет, котеныш. Как у тебя дела? Дальше, ребятушки. У нас с каждой стороны, как вы видите, есть грядки. Вот такие вот здоровенные грядки. Мы не стали заморачиваться. Прям накидывать еще. Можно просто еще уровень. Ну зачем? Нам и так этих грядок вполне хватило на всю игру. Сейчас уже посажены просто цветочки, чтобы было симпатично. Одного диспенсера хватает, чтобы распространять воду на все грядки здесь. Коммуникация проведена сверху. Именно водная. Ну, потом увидите на крыше эту коммуникацию. Такая же грядка располагается в этой области. Вот как раз две грядки мы расположили. И да, стеклянный пак использован был в данном доме. По сути, вот только для этого. Ну и окна. Окна мне нравятся чисто визуально. Такое простое, обыкновенное окно. Единственное, я не знаю, хорошо ли то, что оно открывается вот так. Достаточно опасные такие вот окна, да? Но в целом, в целом симпатично. Хотя бы на форточку так открывать себя проще, чем другие окошки. Вот, более как-то современно выглядит. Дальше. Здесь у нас располагаются, в той области тоже, я думаю, вы обратили внимание, располагаются девианты. Конечно же, все необходимые нужды для необходимых девиантов учтены. Тут располагаются у нас девианты, которые что-то производят. Ну и боевые девианты. Пару штук буквально. А в этой области у нас обслуживающий персонал, скажем так. Тут и пчелы есть. Тут вот как раз и Митсука, которая Ребекка. Тут и подметашка, кошка, электрический уголь. То есть, действительно, обслуживающий персонал. Это те самые ребята, которые выходят из своих ампул. А там те, кто постоянно сидят. Вот так. Кстати, я не показал же на предыдущем этаже. Вот здесь выход. Вот. Выйду на улицу, гляну на село. Вот такой вот у нас получается балкончик. Большой, широкий. С лестницами как раз таки вниз. То есть, можно выходить как с первого этажа, так можно и выходить со второго этажа спокойно. И наслаждаться видом. Водной глади. Далее. Идем обратно в дом. И возвращаемся на третий этаж. Да, лестницы, кстати, тоже из стеклянного пака. Такие стильные. А здесь у нас располагаются, ребят, пушки. На бортике, скажем так, на козырьке. Ну, это по большей части технический момент. Поэтому никакой обводки здесь нет. Да и, опять-таки, структур не хватает. Пушки здесь установлены по большей части. Мы пошли на праймвар. Каждый взял по пушке и пошли. Вот таким вот образом. То есть, именно для этого. Как буферная область, скажем так. Поднимаемся наверх. И уже выходим на крышу. Да, представьте себе, сколько у нас этажей. И все это в 700 структуры мы вписали. Классная идея. Мне понравилось. Подсмотрел в каком-то из домов. Признаю, да. Позаимствовал идею. Поставить горшок вот рядом с лестницей. Мы еще в предыдущем сезоне уже начали использовать. Но тут появился, по-моему, новый вид горшков. В новом паке, который мы приобрели. Вот. Горшок, который перекрывает путь к лестнице. Потому что лестница-то по дефолту вот так. И будешь просто падать. А так и симпатично, и функционально. Дальше. Тут у нас, как вы видите, вид с крыши. А крыша вся обезопасена. Тут порядок. Крыша в безопасности. Смотрите. Тема следующая. Как у нас тут проведена вода. Вода добывается здесь. Перерабатывается здесь же. Поступает вверх. Прямо через столб. Как вы видите, скрытые коммуникации. И в бак сверху. Нередко на домах устанавливают, в принципе, баки наверху. Иногда это с точки зрения пожаротушения. Какой-нибудь водный бак. Иногда вот с точки зрения водонагревательства. В частности. То есть вот у нас как раз водный бак на крыше и располагается. Далее. Поступают водные баки по бокам. И уже после чего идет распределение. Тут раз грядка. Там два грядка. А вот это вот идет через стены в мою ванную. Понимаете? Вот так вот. Внутри стены там спрятана труба. Ну здорово же проведено. Вот. Мы сторонники как раз таки использовать те механики, которые есть в игре. То, что здесь протянуты трубы. Это ничего страшного. Меня лично не напрягает. Вы напишите в комментариях. Как вам? Меня уж точно не напрягают вот эти вот трубы. Не раздражают здесь висящие. Меня раздражали бы трубы, если бы они висели бы вот здесь вот просто повсюду поперек. Или вот в ванную шли бы они как-то поуродски. А так вы видите какие-нибудь трубы? Нет. Только вот здесь и то. Как будто бы полка снабжает водой. А так все коммуникации спрятаны. Это здорово. Ну что ж, ребята. Вот такой вот какой-то у нас получается домишко. Симпатичный. Мне лично нравится. И я считаю, что мы хорошо с ребятами поработали. Вот. Также он функциональный. Опять-таки я люблю функциональные дома. Кто-то скажет, ой, это не башня. Ой, как же здесь территория purification или еще что-то. А никак. Это дом не для этого. Это дом именно хаб. Это база наша основная. Добыча нефти у нас в отдельном доме. Добыча кислоты у нас отдельно. В ходе прохождения мы это показывали. И еще, друзья. Вы писали в комментариях один такой вот важный момент. И на стриме это регулярно прям говорят. Мы встречаем симпатичные дома. И в ходе прохождения мы их посещали. И были просьбы с тем, чтобы обозревать эти дома в отдельных роликах. Чтобы можно было насладиться и поглядеть. Вы знаете, в этом сезоне действительно было домишек немало. Классных и симпатичных. Вот то, по-моему, черти что из боку бантик к нам приехало уже после того, как все разбежались. Видимо, ушли в пвп сезоны какие-нибудь или еще. Мы ждем уже нового сезона. Путь на север он, по-моему, называется. Или как-то так. Он будет вот буквально со дня на день. Так вот, если в новом сезоне у нас будут какие-то красивые постройки, я постараюсь их обозревать. Мы посмотрим, что там применяют разные ребята. Разные паки это здорово. Как вы видите, вот, да, из пака использовано. Вот это вот тоже использовано из пака. Опять-таки, хорошая такая вот щебеночка украшена. Симпатичные светильники, фонтан, костер. Все это сделано из пака. Стекла вот эти вот из стеклянного пака взятые. Вот здесь вот стекла для нашей теплицы. Это тоже стеклянный пак. Мы будем и покупать некоторые моменты, да, постепенно. Мы, кстати, собираем на стримах как раз-таки. И на стеклянный пак, в частности, мы собрали именно со стримов. Мы будем и находить новые чертежи, что нам увеличит внутреннее убранство и прочее. Ну, как вы видите, и мебель декора, функцион... Ну, мебель декора еще можно добавить немножко, да. Вот конструкции и функциональных сооружений добавить уже нельзя. И вот это грустно. Будем надеяться, что разработчики в будущих сезонах как-то расширят. То, что вы видели на картинке превьюшки, это вот это. Ребят, мы тоже можем насладиться. Вот он, Hard Home. Он у нас зафиксирован. Предварительный просмотр этого дома со стороны. Пишите в комментариях, как вам этот домишко. Опять-таки, функциональность у него хорошая. Все близко, все очень удобно. Также даже гаражи есть. Опять-таки, очень редко делают гаражи. То есть, как-нибудь запихнут, вот, например, на крышу машину. Ну, а зачем ставить гараж, чтобы там выезжать или еще? А для среднего гаража это было важно, кстати. Ну, вот у нас есть и гаражи, и все. И, мне кажется, неплохо вписано. Кстати, в ходе постройки вот здесь вот получилась такая мордашка. Вот это вот два глаза. И тут получилась прическа у этой мордашки. Забавно было достаточно. А вот это было как будто бы у этой мордашки есть квест для тебя. Как восклицательный знак. Ну, что ж, какой-то вот такой вот футуристический корабль у нас даже, да, космический получился. Пишите в комментариях, как вам и ждете ли вы новых построек. В новом сезоне, конечно же, у нас будет новый дом. Уже в голове есть некоторые идеи для нового проекта. Ну, и, конечно же, необходимо поблагодарить наших дорогих, замечательных, потрясающих, великолепных бустеров. Ведь без их поддержки ни этого ролика, ни других, что выходит сейчас на канале, не было бы. А тех, кого еще нет в списке, приглашаю присоединиться по ссылке в описании. Вступайте в семью, ведь семья – это главное.